Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, Блэкс Инфинити, и сегодня у нас на подходе реакция на вторую серию сериала The Flash. Флэш двух миров. Погнали! Давай, давай! Флэшем звали меня. Ох, вот это охуенная сцена, ребят. Простите за мат, конечно, просто эмоции. Прежде чем попасть на вашу землю, эту брешь между нашими мирами создала сингулярность. А вот его шлеп как улетел, понятно, понятно. И каким-то образом я оказался здесь. У меня нет ни сил, ни способа вернуться. Ты о чем? Я лишился скорости. Как? Сам не знаю. Ее зум выкачал, не так ли? Значит, ты в Централ Сити уже полгода. По идее, ее зум выкачал. Мне кажется, так. Детектив — это чужой мир. И кого телепортнул? О, зум. Где я вообще? Хочешь вернуться? Сделай кое-что для меня. И что же? Убей. Флэша. Нормально. Итак, мистер Гаррик. Не, ну это вообще нормально. Они берут и закрывают флэши Золотого века. Они что, это больные, что ли? Немного чокнутые? Вообще... Надо ему было спросить про тот... Куда делать, кстати, его шлем? Куда делся, я не помню. Читай их время от времени. Да чего уж там, всегда. Я прочитала их все. Ого. Не думаю, что даже я их все читал. Чего? Они такие подробные. Чего? Ты описываешь все так, будто лично был там, когда кого-то убивали. А, ну... Спасибо. Вообще-то... В общем, я кое-что нашла. Кажется, что наш... Ой, Барри, Барри. Я, конечно, понимаю, что после Уэллса ты вообще никому не будешь доверять. Но все же... Он уже доказал сто раз. Я бы ему поверил. Но, Барри... Профессор, ставим игры разума на паузу. Так, многовато? Тихо-тихо! Барри? Я думал, будет сложнее. Подождите. Что со мной происходит? Он просто прошлое видел? Или это какая-то... А что он сейчас видел? Он же видит альтернативные земли. Или он прошлое тоже может видеть? В смысле, а нафига видеть прошлое? Это было странно. А это не он, да? Да-да-да, это сейчас будет... Этот чувак с земли один, а не с земли два, да? Сейчас вот так будет. Спорим? Или нет? Видал такое? У меня какие-то силы, я бы от вас уже давно свалил. Вот. Отвечай на вопрос, где ты был. В тюрьме Блэк Гейт! Вчерашняя неожиданная трансляция Мстителя из Тар-Сити по имени Зелёная Стрела породила... Оливер! Круто! Ненавижу, когда цвета сует в имена. Салют! Салют! Нет, мы, конечно, понимаем, но... Это все мы помним, когда Лорел сказала ему своими чёрными канарейками. Он такой, я тебя люблю. Я не хочу признавать, что на теории Зелли 2 выглядит убедительно. Ты серьезно? Думаешь, Джейн обрал насчёт пищи? Просто он напоминает тебе Харрисона Уэллса. Эо Барда Тоуна! Мы все ему доверяли. А это другой! Что ж, детектив Уэст, придётся? Мне нужно добраться до Флэша. А это другой! Ну, конечно! Применяет свои силы. Вот это прикольно. Флэш до тебя доберётся. Очень на это надеюсь. Тебе не победить. Неважно, какие у тебя силы. Пока, кстати, непонятно, как он это делает, но вот в будущем мы, наверное, узнаем. В будущем он даст себе имя, во-первых, Вайф. Он даст сам себе имя. Вот это главное, ребята. Мистер Рамон? Да, но у меня же нет скорости. Он этого не знает? Костюм при тебе? Да. Только шлема нет. Шлем? Такое серебро. О-о-о! Неужели вы его нашли? Офигенно! 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 Это шлем моего отца. Со времён Войны Америка. Война Америка? Я не ослышался? Лучше бы ты сказал, что потерял его. Спас бы от неприятных мыслей. Война Америка? Это... капец. Ну, уверен, что готов к этому флэш. Да. Жалко, у Гаррика способностей нет. Но я всё-таки думаю, что их отнял зум. В конце серии поговорим об этом. О! Он сможет! Он сможет! Ахереть! Убил. Красавчик. Минус ещё второй. Уже два этих гондона убито. Вот так. Ты в порядке? Да. Ха-ха-ха-ха! Вот это, конечно, сценка прикольная. Это, кстати, если что никто не понял, это из комикса был. Отсылка прямая к комиксу флэш-докмеров. Усправляешься. Усправляешься. Его жена? Что? Да, давненько. Или кто это? Жена. А чем пришла? Ты не отвечал на звонки. Я хотела увидеться с тобой. И наша... Да, это жена. Как? Ну ты же хочешь быть мета-человеком? Слушай, цискай, успокойся. Ничего себе. Нифига себе. Столько разломов. Хотя мы успешно закрыли сингулярность, есть один неприятный, остаточный эффект. Что? Профессор! Находится... Другой что? Я бы хотела лично поприветствовать вас в лаборатории современных технологий и альтернативных разработок. Или, как ее чаще называют, Старлапс. Уже с 1991 года Старлапс ведет мир к новым открытиям. И, как говорит наш девиз, по-настоящему создает завтрашний день уже сегодня. Мы специализируемся на искусственном интеллекте, генетике и изучении мета-люд... Нам с вами несказанно повезло. Для меня величайшая честь представить вам основателя Старлапс, спасителя Централ-Сити, Доктора Харрисона Уэллса. Но... И он... Телепортнется, да? Да. Приветствую. И потом окажется, что он зум. Итак, ребята, мы с вами посмотрели вторую серию флэша, флэш двух миров. Вроде бы по событиям она не такая крутая, как первая. Но все-таки смотрится на планку выше первой серии. Это, наверное, за счет того, что... Здесь нам ставят больше вопросов, нежели в первой серии. В первой серии была какая-то чепухня. Ну, знаете, почти ничего и не произошло. Это такая некая серия, которая проходит... Она и не должна проходить мимо общего сюжета. Но она как-то так проходит. И общий сюжет чувствуется только в начале и в конце. Но здесь, в этой серии, общий сюжет чувствуется во всей серии. И все благодаря Джею Гарику. Джей Гарик сделан пока на ура! Отлично! И теперь пойдемте... Не то, что по серии. Серию мы, конечно, посмотрели и все поняли. А теперь давайте пойдем, собственно, по мнению. Что может произойти дальше. Итак, Zoom. Как вы знаете, позавчера я выложил видео с мнением, кто же может стать Zoom. Да? И как бы здесь такой один вопрос. Джей Гарик не знает. Вот он, мне кажется, пока непонятно. Пока вот данное. Непонятно. Джей Гарик почему-то не знает, где находится Барри Аллен. На Земле 2. То есть он его до этого не видел, судя по всему. Он его узнал только вот сейчас. Только вот сейчас он его узнал. И это еще один факт тому, что Барри Аллен из Земли 2 это Zoom. На самом деле все это подводится к тому, что когда снимут маску с Зума, это будет просто мега охренительный твист. Просто вот такой вот. И тем более упоминание Эдди Тоуна и то, что его все-таки засосало в черную дыру, тоже нам на что-то намекает. Ребята, Zoom появился тогда, когда появились силы у Джей Гаррика на Земле 2. Но это не означает то, что Эдди Тоун мог телепортироваться еще и во времени. Потому что, как мы знаем, благодаря этой же сингулярности и спидфорса возник временной портал. И Флэш в первом сезоне смог телепортироваться в прошлое. Но пока это никак не подтверждено. Возможно, возможно, что этот как раз-таки Эдди Тоун, когда Джей Гаррик пролетал между порталами, каким-то макаром они встретились вне времени и Джей Гаррик передал силы Эдди Тоуну. Я так сейчас подумал, ребят, забудьте это то, что я сказал, это полный бред. Потому что реально бред. Ну то есть теория с Эдди Тоуном, по идее, может существовать. Но она как бы отпадает из сути потому, что Джей Гаррик сказал. И это значит, что силы получил тот, кто тоже... И это означает, что Джей Гаррик получил силы вместе с Зумом. Да, возможно. Но возможно и не так. Потому что, как говорят про Зума, это демон скорости. Про него никто ничего не знает. Он никак не палился и так далее и тому подобное. И зачем нам показали Харрисона Уэллса в конце серии? Неужели Лео Бартоун опять главный злодей? Тем более, если Зум все-таки соперник с Земли 2, а не с Земли 1. Хотя мы еще точно не знаем. И твисты могут быть любые абсолютно красочные. Вот. Ну а что я могу сказать насчет продолжения сюжетной ветки? Харрисон Уэллс точно каким-то макаром попадет на Землю 1. И это будет очень эмоциональная сцена. Потому что у Барри будут очень странные чувства. Потому что вроде бы Харрисон Уэллс убил его мать. Но это был не Харрисон Уэллс, а Эо Бартоун. А существует ли Эо Бартоун на Земле 2? А? А? Фиг пойми. Фиг пойми, что происходит. И видимо как раз Старлапс служит порталом для этого всего. И пока сеть порталов из Земли 1 на Землю 2, мне не очень ясна, как они все-таки телепортируются. И если они телепортируются, то это происходит благодаря Зуму. Зум умеет открывать вот эти вот воронки. То есть открывать и закрывать их. Как он их открывает и закрывает, откуда он это знает, тоже мы не знаем. Поэтому мы еще точно не можем сказать, что скрывается под маской Зума. Поэтому все 4 теории насчет Хамтера Соломона, насчет Эо Барда Тона, насчет Эйти Тона, насчет Барри Алина. И даже можно сюда Харрисона Уэллса прикрепить. Они пока оправдывают себя. И может быть все что угодно. Я уже говорил насчет того, что силы Джей Гаррика мог выкачать сам Зум. То есть когда его взял, он мог забрать свои силы. Потому что ничего не понятно. Может быть Зум у... нет, не у Зума, а у Джей Гаррика пропали силы благодаря черной дыре, да? А может быть и Зум их забрал. Мы не знаем точно. Мы не знаем, когда Зум сам отправится уничтожать Флэша. Мы не знаем, почему Зум до сих пор сам не отправился уничтожать Флэша. Вот этого мы не знаем. Почему не знаем? Непонятно. Почему он не отправляется? Тоже непонятно. И вот эта вот серия, благодаря вот этим вот загадкам, дает о себе знать. То есть она лучше первой. Вот благодаря тому, что я сейчас сказал. Благодаря вот этой неизвестности про Зуму. Неизвестности про Уэллса, неизвестности про Землю 2, неизвестности про рассказ Джей Гаррика и тому подобное. Серия стала интереснее. Сериал с плохой, так сказать, первой серией вышел на планку первого сезона пока. И я надеюсь, что в дальнейшем, к концу первой половины сезона, сериал сохранит вот такое вот действие. И в девятой серии мы, наверное, уже увидим первый бой Зума и Барри Аллена с Земли 1. Потому что я не исключаю, что Зум это Барри Аллен 2. Вот так вот, ребят. А с вами был я, Black's Infinity. Собственно говоря, посмотрел серию Флэша. Как вы просили, поделился со своими догадками, мыслями. Ну а мы с вами ждем агентов Щит и Стрелу. Всем удачи, всем пока и береги тебя. Пока-пока.